Родился в рубашке. Незадачливого пассажира сняли с грузового состава транспортные полицейские. Мужчина хотел доехать до Красноярска с зайцем, но оказался зажат грузом в вагоне. То, что безбилетник остался жив, железнодорожники иначе, как чудом, не называют. Нежданного пассажира обнаружили железнодорожники на станции Красноярск-Восточный. Мужчина, звавший на помощь, был зажат в грузовом полувагоне между трубами и стенкой. Чтобы освободить незадачливого безбилетника, пришлось вызывать МЧС. С сильным отеком мышц и кровоподтеками его доставили в больницу. Лишь спустя сутки мужчина рассказал дознавателю транспортной полиции, что до нашего города он ехал со станции юрты Иркутской области. Решил поехать в Красноярск разыскать отца, которого он не видел с детства. Он называет фамилию отца, его имя, и надеялся разыскать его здесь, устроиться на работу. Поехал без документов, без денег. На такой опримечивый шаг мужчина решился после смерти матери. В родном поселке ему было просто нечего делать. А поскольку все деньги он пропил, то до Красноярска решил добраться на попутных электричках. Но увидел на станции злополучный грузовой поезд и поехал в нем. Когда поезд остановился на станции Решеты, он услышал голоса, подумал, что это охранники, испугался, что его увидят с ним с поезда. И спрятался вот этот промежуток между трубами и торцевой стенкой. И застрял. Сам он уже выбраться не мог. Его сдавило. Вот и в таком положении он находился двое суток. К счастью, жизни горя пассажира уже ничего не угрожает. Транспортные полицейские называют его спасение настоящим чудом. Та щель, где он был зажат, не просматривалась ни одной камерой наблюдения. Стражи порядка понимают, что мужчина уже достаточно натерпелся, однако закон есть закон. Незадачливому безбилетнику придется заплатить штраф за действие, угрожающее безопасность движения на железнодорожном транспорте.